Здравствуйте, друзья! Сегодня говорим с вами про ингредиенты, разрушающие вашу печень. Соответственно, есть моменты, которые действительно разрушают печень и достаточно небыстро. В состав многих продуктов входят химические вещества и здоровье организма напрямую зависит от того, насколько здорова ваша печень. Если печень нездорова, то начинается проблема со свертыванием крови, задержкой ядов, токсинов в организме. Очень важно знать об ингредиентах в определенных продуктах, которые влияют на здоровье вашей печени. И тогда просто можно их исключить из рациона и вы себя будете чувствовать намного-намного лучше. Есть ингредиенты, которые включают достаточно часто в различные наборы. Конечно, это фруктоза, высокофруктозные, кукурузные сиропы, фрукты в большом количестве. Это то, что метаболизируется вашей печенью и создает большую нагрузку. Плюс различный столовый сахар, различные нектары агавы, различные кукурузные хлопья. Все это влияет на вашу печень. Плюс растительные жиры, которые есть в хлопковом масле, в сои, в кукурузном масле. Все это идет через печень. И если печень уже не справляется, то начинаются такие проблемы. Также, как мне говорят, что если организм в алкалозе или в ацидозе. Это очень серьезные вещи, когда происходят такие моменты. Плюс мальтодекстрин. Его добавляют такая химическая вещь, которая через кишечник влияет на мозг и разрушает полностью кишечник. Его добавляют в различные протеиновые батончики спортивного питания, в витаминные различные добавки. То есть витаминные добавки, некачественные, лучше вообще не принимать. Потому что они дадут серьезный обратный эффект. Следующее. Если мы с вами говорим про некоторые несовместимые продукты, которые влияют на ваше состояние. Знаете, есть продукты из разряда поел рыбы, мясо молоком запил и пошел спать. Вот так нельзя. То есть есть действительно продукты, которые плохо вместе взаимодействуют и создают нагрузку. Следующее. Печень разрушает различные вегетарианские бургеры. Вегетарианцы очень часто, кстати, получают нездоровую еду. Плюс различные протеиновые, как я сказала, батончики, диетические коктейли. Особенно низко обезжиренная молочка. Вот эта история с высоким гликемическим индексом и просто с плохим качественным составом. Поэтому каждый раз, когда вы задумываетесь о том, что вы хотите, подумайте, насколько, сколько ложек сахара вы себе сыпите в мозг и нужно ли это вам. Это минимум. И если подводим с вами итоги, то, конечно, печень обычно разрушается глутаматом натрия. Кстати, про красное мясо я могу сказать, что оно не так вредно, как его молют, если оно качественное несколько раз в неделю. Плюс растительные различные жиры, которые я сказала, хлопковое, вот это все рапсовое масло, соевое, кукурузное, это вообще не полезные масла. И, конечно, если мы с вами говорим про сывороточные белки в порошке для тех, кто тренируется, это вообще тоже ни разу не в пользу. Лучшая еда для печени это крестоцветные овощи. Это та история, которая регулярно поддерживает вашу печень. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Дам обратную связь. Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Алена. Я медицинский интурациолог-психолог.